Всем доброе утро, добрый день, все меня знают, кто не помнит, напомню, меня зовут Антон, я оригинальный менеджер компании Сакура и Брейн. Сегодня вкратце расскажу про нашу продукцию, потому что ни разу мы с вами не собирались, в принципе, более детальной информации, как из каталога, вы, наверное, еще не слышали о нашем ассортименте. Начнем с томатов. Сначала вкратце по томатам мы занимаемся, импортируем томаты компании ССМ, это итальянская компания. Особенности томатов ССМ в чем? Во-первых, очень компактные кусты, то есть это практически во всех гибридах компании, они низкие, они широкие, то есть я потом покажу фотографии, на фотографиях будет видно. И в чем еще отличие, очень хорошо укрывается лиственная масса, то есть практически на наших томатах нет солнечных ожог, при выращивании этого, когда начинается интенсивная жара, когда появляется солнце в этом году, оно появляется редко, но появляется. Давайте начнем. Про все томаты рассказывать не буду, выберем, в принципе, те позиции, которые, по нашему мнению, интересны для Украины, потому что сортимент большой, прайс большой, но есть позиции, на которые нужно обратить внимание. Первое, это томат обгрейд. Из всей линейки томатов ССМ, это самый продуктивный томат, он подходит для свежего рынка, подходит для переработки, но стоило бы обратить внимание тех компаний, которые занимаются выращиванием на переработку, то есть промышленным выращиванием. Это средний гибрид, у него срок вегетации идет 100-110 дней, потенциально урожайность свыше 120 тонн можно убирать с гибридов. Устойчив к многим, в принципе, указано в каталоге, вы можете потом почитать, посмотреть, разместить у себя на сайте. Устойчив к многим заболеваниям, основным томатов. В чем его особенность? Повторюсь, что компактные густы, очень хорошо томат укрыт лиственной массой, весь томат находится внизу куста. То есть он полностью укрыт листьями, ну вот сейчас я убью. То есть вот поле томата, видите, практически томата не видно. Ну, в любом случае, есть кисти, которые находятся сверху, но основная масса томата находится внутри. На кусту свыше 100 плодов. То есть он формирует свыше 100 плодов, средняя масса плода идет 75 грамм. Форма идет... Так называемый бочонок. То есть это и не сливка, и не круглый, и сливкообразный. В чем еще его особенность? Он может долго находиться на кусту. То есть после того, как томат созрел и готов, то он может до месяца находиться на кусту. То есть для того, чтобы массовая первая выборка была интересна для отправки на переработку, то можно, в принципе, оставить томат в поле на 30 дней, и потом уже убрать большую массу. Практически весь томат можно убрать в конце этого срока. Хорошее количество бригсов у него. У него свыше 5,5% это сухих веществ в томате. То есть поэтому он подходит на пасху томатную, на консервацию хорошо подходит. То есть если его консервировать, он не становится мягким, он остается плотным. Второй томат это... Давайте я вам покажу фотографии сейчас. Вес томата 85 грамм, но в среднем 75 грамм, потому что в любом случае есть разница. В принципе, все томаты ССМ хорошо... Есть понятие такое, качается, не качается. Это относится и к томатам, и к капустам, и к лукам. Вся продукция ССМ хорошо качается. То есть те томаты, которые покатал, указан средний вес 75 грамм. Фермер при интенсивной технологии может его раскачать до 100 грамм томат. То есть без потери, там понятно, если работать правильно, продавать кальций, то будет выровненная форма и хороший вес плода. То есть кусты, как говорил, буйные. По томатам просто есть характеристика. Бывают высокие кусты. То есть томат когда растет на поле, если высокий куст, некоторым фермерам не нравится, потому что потом, под конец срока галитации он разламывается, и весь томат получается сверху. Если вовремя его не убрать, не успеет, либо погодным условия не позволит, либо свои кита, фермера, людей нет, ну разное бывает, то может подпалиться собственно. Здесь, в принципе, за счет того, что он низкий, то есть пусть где-то доходит до 80 сантиметров высоты, но при междурядке метр сорок, метр шестьдесят сплетаются полностью дорожки к дикене. То есть томаты СССР рекомендуется для того, чтобы было удобнее потом работать в поле, рекомендуется междурядка метр сорок. То есть туда просто будет, во-первых, густота будет меньше, урожайность будет выше и удобно будет с ним работать. Следующий томат это Кера. Кера это тоже идет томат в форме бочонка, сливкообразный, вес его 120 градусов. По особенностям куста, в принципе, я уже сказал, что кусты все компактные, но у Кера очень хорошо выражен ярко-красный цвет, то есть у него глянцевый налет идет. Кера это тоже средний томат, тоже срок ингитации у него 100-110 дней. Сейчас я вам покажу его. Про него долго рассказывать не буду, в принципе, по характеристикам он практически такой же, как Абгрен. Единственное, что крупнее плод и ярче выражен цвет. Можете подойти ближе, кому интересно посмотреть, потому что, наверное, туда не видно. То есть он глянцевого, такого ярко-красного глянца цвета, то есть товарный вид, мы его рекомендуем для выращивания на свежий рынок. Потому что свежий рынок любят томаты чуть покрупнее. Это супермаркеты, это вот сеть Фози в прошлом году, фермера, которые работали с нами, выращивали этот томат, работали с Фози. То есть он им понравился, с самим менеджером супермаркета. Понравился цвет, то есть на витрине он выигрывает по сравнению с другими томатами своим глянцевым цветом. То есть томаты идут трехкамерные, хорошо хранятся, хорошо транспортируются, как говорится, доедут. И в Беларусь поедет, и в Польшу поедет, если есть возможность экспорта. И вот тоже, видите, вот здесь получается, на этом поле мерзгератка, где-то, наверное, метр сорок, метр пятьдесят. И дороже к нему, опять же, весь томат находится. Это уже под конец срока эвитации, листики на листья уже начали чуть-чуть ее дать. Но в глубоком случае видно, что томат весь находится под листьями. То есть кисть не выворачивает наверх, кисть находится внутри куста. Вот размер куста, где-то должны быть. Тоже вяжут, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, сто двадцать кладов на кустах. То есть продуктивный томат, тоже урожайность может превышать сто тонн с гектаром. То есть вообще, в принципе, по урожайности все томаты ССМ при хорошей агротехнологии сто тонн с гектаром можно убирать. Единственное, вот апгрейд, его можно, конечно, свыше потенциально, свыше сто тонн с гектаром. Воле Ред, ну, в принципе, долго тоже про него рассказывать не буду. Он средний томат, девяносто-сто плодов, как, в принципе, по всем томатам. Единственная особенность у него, у него хорошее количество глицов. У него в среднем 6,2% сухих веществ. То есть очень хорошо подходит для производителей томатной пасты, для производителей томатного сока, концентратов томатного сока. Устойчивы к основным заболеваниям и очень дружное дозревание плодов. То есть практически, ну, не 90%, потому что есть гибриды, которые, я, похоже, чуть дальше про них расскажу, дозревают 90% одновременного дозревания. В принципе, за одну выборку можно зачистить полное стополе. Здесь где-то порядка 75-80% одновременного дозревания. Следующий томат ГЛЕДИС. Есть у нас томат ГЛЕДИС. Это перцевидная сливка. И на следующей страничке, посмотрите, я сразу за два расскажу томата, томат ТАЛЕНТ. Они оба перцевидные. Единственное отличие у ТАЛЕНТа идет острый носик. На фотографии видно. То есть он с острым носиком. И ТАЛЕНТ можно убирать как с плодоножкой, так и без плодоножки. То есть если для переработки, то обычно убирают без плодоножки. Если на свежий рынок, то в ящиках, бананках, евро, ящиках выглядит эта косея, когда есть плодоножки на томате. Особенно с этих двух томатов, они подходят для консервации без шкурки. То есть высокое количество сухих веществ, внутри томата практически нет жидкости, он суховатый внутри томат. И подходят, вот в прошлом году компания продавала на консервный завод для консервации без шкурки. Ледис идет средний томат. Это 110 дней срок вегетации. ТАЛЕНТ идет ранний томат. У него срок вегетации 65-75 дней после высадки рассадок. Все сроки вегетации это указаны после высадки рассадок. Следующий томат Калиенда. Это промышленный томат. Он подходит для комбайновой уборки. У него созревание идет около 95% одновременного созревания. То есть для комбайновой уборки нужно что? Чтобы было как можно меньше зеленых плодов. Практически весь, потому что когда комбайн проходит, поле после этого зачищается, на поле ничего не остается. Поэтому этот томат, он ранний томат. У него средний ранний. У него срок вегетации идет 85-95 дней. Хорошее количество бритцев. Как раз это подходит для переработки. Потому что в основном комбайновая уборка этот томат выходит на заводы по переработке. Либо консервация, либо томатная паста. Трехкамерный. То есть в любом случае даже при уборке комбайнов он хорошо доедет на большие расстояния. То есть не нужно искать это поблизости. Для того, чтобы быстрее обладать. Потому что потечет. Он остается целым. То есть комбайн его не бьет. Потому что плотная стенка идет. У него до 7 мм стенка. Трехкамерный. И стенка достигает до 7 мм. И точно так же, как апгрейд может стоять в поле. Уже после дозревания его. Когда уже начинается техническая спелость. 30 дней может находиться в поле. То есть если немножко упустили с агротехнологией. И он как должен не дошел до нужной зрелости. Там 95% не дошел до нужной зрелости. То есть месяц может еще после начала заболевания простоять в поле. Руфус в принципе это лидер по продажам нашей линейки. В каталоге есть здесь опечатка. Можете сразу исправить. В каталоге указано, что 50 грамм средний вес. Средний вес томаты 65-75 грамм. Томат это наподобие солероса идет. По форме, по структуре. Выигрует по цвету. То есть он так же, как и Кера. По цвету темно-красного глянцевого цвета. Он и в поле, и в ящиках. Я сейчас рушусь и покажу. То есть мы на него ставим больше всего приоритета. Потому что в виде лет. Он хорошо подходит. Точно так же, как и Калиенда. У него 95% одновременного созревания. Свыше 100 томатов на кусту. 100 плодов. Из них всего 5% может быть нетоварного вида. То есть либо чуть покрученный, либо мелковатый. Так он полностью 95% выронен от плода. Весь один в один. Подходит для комбайновой уборки. И после уборки комбайна можно продавать на свежий рынок. Потому что не бьется. Не появляется после удара темных пятен. Тоже стенка достигает 7 мм. Он не крупный. Он круглой формы. Трехкамерный. Поэтому хорошо лежит. То есть рушусь можно закладывать в холодильник. Типа низких температурах. Не минусовых. Типа низких температурах. Если убрать в сентябре месяца. Под Новый год. Типа три месяца. Можно его продавать на свежий рынок. Чем еще особенность рухуса. Опять же. Хорошее количество сухих веществ. То есть по прошлому году он показал 6,4% сухих веществ. Я его открою. Получается вообще, если что вам не был орган, но рухус веществ не был. То есть и для уборки, и для урожайности. Он идет и для свежего рынка, и для переработки. Хорошо убирается. Он убирается комбайном. Еще особенность в прошлом году. Хозяйство убрало за одну выборку. Его 70 тонн за гектар. Это первая выборка томата. То есть это была ручная выборка. Это был не комбайн. Потому что еще не полностью все плоды созрели. Но 70 тонн за гектар за первую выборку можно убирать. И опять же. Все зависит от того. Знаете, как бывает. И вам, наверное, часто задают вопросы. Какая урожайность. У меня есть вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Многие задают. Вон, 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 вы консультируете. Задают какая урожайность. Как говорит, Валера помазню. От нуля до 100. То есть как вырастете, столько и выберете. Есть потенциальные. Есть показатели из полей. Но все зависит от того, как вы будете брать. То есть равняться на кого-то, что он убрал 100 тонн. Вы можете не убрать ничего. Можете убрать больше. Все будет зависит от того, как у вас ограничено. Понятно, что не будете экономить на удобрение, уберете хорошо. Будете экономить на удобрение, не уберете ничего. Ну вот он, в принципе. Подойдите поближе. Ну, видно. То есть тоже блестящий, глянцевый цвет. В прошлом году он был в, опять же, сеть ФОЗИ. Вы знаете, у нас есть свое хозяйство. Владам Юг. Это одна компания, которую нас разделили. Раньше сцена занимался Владам Юг, фольтимист, Борис. Борис сейчас работает с нами. То в прошлом году был в ФОЗИ в сети, в их сети. Продавался Руфус и продавался Селлерос. И мы общались с менеджерами компаниями. То говорят, Руфус уходил с полотно-много посреди. Потому что вот это, например, на глянцевый цвет. Вот ротность. Растет он кистьями. То есть можно даже при желании, мало кто этим занимается, но при желании можно убирать кистьями, выкладывать красиво в бананки. Он ранний. Это самый ранний томат. У него сроки влитации идет после высадки рассады. 65-75 дней после высадки рассады. Это ВАЗИ. Из нашей линейки он относительно самый дорогой по мне, но он самый устойчивый к заболеваниям. По прошлому году практически не было поражений ни с узорезом, ни с фитопторозом. То есть томат в прошлый год, которые были в прошлом году проблемы, они и сейчас возникли. Просто в прошлом году май был хороший. Россия не успели набрать и этакивную массу. А в июне месяце начались дожди и начались проблемы с узорезами, с обмилями, с заболеваниями корневой системы. Эдвазер – это самые устойчивые томаты всей линейки и социальности. С нами работают компании здесь, в Коковке, которые выращивали на Чумаксу переработку. И в прошлом году они его попробовали, в этом году увеличили отрием его посева, потому что в прошлом году, когда он единственным у них на поле, был без проблем. Как бы не скажу, что другие томаты тоже хорошие условия. Просто в прошлом году были такие климатические условия, что и на луках, и на томатах были большие проблемы с обмилением. Потому что именно в период, когда должна была быть эмпансивная вегетация, были дожди, было мокро, и не могли с них делать и фундитивные выработки в поле. На кусту видно, по кусту засыпан томатом. Вот, у него тоже больше 100 плодов. Это сейчас должен быть. Вот, куст компактный. То есть, как я говорил, он не разломан, он просто низкий, приземленный и широко расплетается. То есть томат весь на кистях. И вот видите, практически одновременно. Это вот началось созревание. Видно, что практически одновременно. Точно так же, как и остальные томаты для комбайнового угла, может вместе стоять в поле в момент начала технической спелости. То есть месяц может стоять. То есть можно заказ отопилировать, а когда там 95% отожарел, и опять его можно отступать. Так, это я за Руфус опять рассказывал, за Эдвайзер. Ну, по Эдвайзеру я живу. Самый устойчивый, 75 грамм. В каталог не попал томат. Это лично мне он очень нравится. Есть у нас в линейке томат, называется Рэдди. То есть, этот томат, ну, вы консультации знаете, 3402 томат. То есть это томат, который выбирают все переработчики. У него хорошая урожайность, у него хорошая устойчивость. По трейде, у меня по нему, в принципе, фотографий нет, и в каталоге его нет, но мне он очень нравится. Потому что тоже, у него порядка 150 плодов на кусту, он идет в форме бочонка, и урожайность по прошлому году без несения удобрений фермеру вообще за весь сезон, там, килограмм из литра, то есть посадил и вот как рост, так рост. Он убрал с гектара 98 тонн. В среднем. Ну, было 5 гектаров. 98 тонн он убрал с гектара. Единственное, что у него там активная была обработка почвы, большое количество культивации, для того, чтобы отдать воду в корневую систему. Ну, без использования удобрений. Ну, и работа, понятно, у нас медицин, и цифровый домен работа. Потому что с крючками, паучками бороться надо, с болезнью бороться. Ну, в плане удобрений не использовал ничего. Есть томат Риагранде, в принципе, он есть. Это уже компания Рифотон, французская компания, это вторая компания, в которой мы представляем в Украине. Ну, поэтому томат, это сорт, это не ее вид. Опять же, в каталоге опечатка там представили это один пристав, надо ее зачеркнуть. То есть он есть у всех компаний, это, в принципе, как и гуряк Д-Трой, всем известный сорт, урожайность средняя достигает там 70-80 тонн с гектара, не прекратили к выращиванию. Единственное, что нужно чуть больше работать с ним, у него очень мало устойчивости. Следующий томат, на который хочу обратить внимание, это Аня. Это сокатовский томат, это розовый томат, крупноплотный, 180-210 грамм. Томат для открытого грунта, не для закрытого, но есть практика, что продают, те, кто графит этот томат, его продают, это мелкие камеры, которые работают через компании, продажа через вот эти автовые рынки, продают, как тепличный томат. Потому что у него очень плотная, большая, толстая стенка, то есть 7 мм стенка и 7-8 камер томата. То есть, если его разрезать, если его показать даже тепличнику, который занимается выращиванием томатов в индетерминатном, то тяжело будет отличить его от тепличного томата. За счет того, что много камер, хорошо лежит, хорошо транспортируется. Во время, когда еще мы сотрудничали с Россией, были поставки томатов в Россию, то Москву доезжал без проблем, без потери товарного вида. Ранний. У него срок вегетации 65 дней после высадки рассады. Особенности этого томата тоже. Куст компактный, вкус невысокий. Весь томат находится внутри куста и не было не найдено ни одного лобнутого томата. С розовыми томатами проблема, скажем так, это ювелирный томат, очень нужно аккуратно его выращивать, потому что, если немножко больше дать влаги, либо где-то не сбалансировать удобрения, кальций, гор, калий, то розовые томаты обычно работают. Вместе плодножки идут трещины. Здесь по этому томату, сколько мы полей не объездили, не смотрели, ни одного томата не было сходно в районе плодножки с трещиной. То есть хороший плодный томат, вкусовые качества отличные. То есть это, я же буду ничем не отличить от типичного томата, ранний. Так, ну в принципе, про морковки, грифотоновские морковки, сортовые, Шантанэ Родкор, Шантанэ Роял. Единственная разница в них, я бы советовал, Шантанэ Роял продавать на первый оборот, что Шантанэ Родкор продавать на второй оборот. Потому что у Родкора есть, если есть резкие понижения или часто понижение температур, то как сорт, он может идти в стрел. На второй оборот, то есть на осеннее выращивание, он подходит лучше. То есть вот, если вас интересуются, по начале сезона, на весну, то я бы советовал Роял, если на осень, это Шантанэ Родкор. Курода Шантанэ, это тоже сорт, это Сакатовский, японская компания, это третья компания, которую мы представляем по семнам. То есть мы, Саба Рэй Прэд, представляем этой компании, ССМ, Грифотон и Сакатов. С Сакатов мы заключили вот только в январе, буквально недавно, контракт. Курода Шантанэ хорошо подходит для второго оборота, хорошо хранится, то есть нет проблем с хранением, лежит она, ну не скажу, что одна из самых легких, она не уступает тем гибридам, которые предназначены для хранения. Гуряк Детройт и цилиндра, Детройт это трифотоновский гуряк, зарегистрирован в Украине как Детройт, во Франции он идет как Детройт-2. То есть у него получается особенность от старого сорта Детройта, у него нет этого крысиного хвостика, то есть обычно у сортовых гуряков толстый хвостик и большая лиственная маска. То есть, у Детройта сколько выращивали подходит для всех почв, как для юга Украины, для центра, для востока, для... По томатам точно так же, практически все томаты подходят для выращивания во всех регионах Украины. Еще не было претензий, что где-то он получился, где-то не получились с СССР-мастерской матой. Детройт точно так же, подходит для выращивания у всех регионов. Опять же, особенность, нет этого крысиного хвостика, нет большой лиственной массы. То есть после срезки, получается, вот этот... как его называют... хвостик, он тоненький, то есть товарный вид и очень сладкий. То есть вкусовые качества Детройта не уступают игре. Единственное, что, опять же, Детройт рекомендуется... Вот, рекомендуется на второй поворот. Первый поворот тоже может ввести в стрелку, может быть... может быть... большая... большой хвостик. Для второго поворота подходит идеально. Ну, гуляк цилиндра, в принципе, по особенностям такой же, как и Детройт, это одна компания, единственное отличие это форма, цилиндрическая форма. Этот гуляк больше всего любит западную Украину. Если юг, центры Украины любят вот круглые буряки выращивать, западную Украину любят выращивать цилиндру. По урожайности цилиндра дает урожайность по прошлому году. Детройт показал 80 тонн с гектара, при выращивании на второй буряк цилиндра 120. То есть она более урожайна. За счет того, что количество плодов идет, посева идет одинаковое, но за счет вытянутой формы цилиндра, она чуть больше плода дорожает, потому что у нее есть больше пространства дорожка. Если вдруг он бурл, вдруг другого вода будет, вверху, в земле находится, то у цилиндра она наполовину находится в земле. За счет этого чуть больше масса плода и выше соответственно нежурожайность. Перейдем к лукам. По лукам тоже мы представляем три компании. Тоже Дрифотон, СССР, Саката, лук Констанза. Это из нашей линейки самый недорогой лук. Это гибрид. Подходит для хранения. Лежит в хранилище. Проводили в феврале брали его с хранилища, сдавали в лабораторию, проводили анализ на наличие болезни, на наличие патогенов, то практически никаких заболеваний в луке не было. По сравнению с остальными луками, которые мы видели в хранилище, он не прорастает. В момент окончания хранения у лука бывает проблема это прорастает зеленое перо и начинает опять растеть. По Констанзе ни одного не хранился в ящиках деревянных если были над линтеми видели большие перопа эти кубовые. То есть ни одного луковица не было с пророченным хвостом. Для хранения подходит отлично. Урожайность больше 100 тонн зектаров при опять же хорошей технологии и лук идет для 115-120 дней с роггеритации. лук есть лук СССР это итальянские луки сразу скажу что итальянцы это та страна которая хорошо может вводить у них хорошо получается селекция луков томатов и перцев то есть мы в этом году в прошлом году мы пробовали продавать эти луки давали на экспериментальные поля посмотрели по прошлому году и поставили эти три лука в приоритете на последующие ходы нашей работы на этот год зен это красный лук 120 дней срок вегетации 120 дней это указано для общей левской Украины для юга Украины это 110 то есть так как у нас криметические условия чуть лучше чем на западной Украине там он получился через 120 дней на юге Украины это будет 100 урожайность его 90 тонн с гектара потенциально для цветных луков это хорошая урожайность и чем особенность этот красный лук лежит до мая месяца может лежать в кремлении то есть его можно хранить он выражен острый вкус то есть он не сладкий он такой и опять же товарный вид в прошлом году кто выращивал наши луки ну скажем так это небольшие некрупные фермера потому что сравнивают с копаньями то по внешнему виду красивые луки на копаньях в прошлом году я вам сейчас покажу по нему фотографии луки устойчивые СМовские луки устойчивые фузариозы в прошлом году по ним при выращивании здесь в каховке когда у всех были проблемы с фузариозом то есть это фузариозное выражение на хвостике ну в начале пера то по ССМ были очаги были очаги в тех местах где больше всего было затопление там где либо было затопление и откачали воду где постоянно стояла вода у грунтовой воды сильно высоко и практически земля не просыхала там чуть очаги были но опять же это было в меру допустимо плотные кольца получается на нем и у него при окончании имитации при уборке 5-6 листков то есть он хорошо улыбается для хранения поэтому он улыбается хорошо при посеве 800 до 900 тысяч фракция начинается от 8 и все он растет хорошо качается при нормальной густоте вообще норма норма цветных лук рекомендуется до 900 тысяч на гектар и при такой норме фракция начинается в прошлом году с поля здесь в какой-то издавали фракция была от 8 8 то есть это 8-10 проходило 12 сантиметров для них только истоек для них которые есть артисты и артистов и артисты В темном, даже ближе к черному. Следующий это лук козила. В прошлом году он был тысячу первым. Это белый лук, это салатный лук, он сладкий. В нем практически нет волок, он сочный. Точно так же, как в Зен, у него срок вегетации идет 100-110 дней. Опять же, по белым лукам есть проблема уворачивания такая. Если он перележит на поле, то появляется зеленое основное. В основании, когда убирается перо, ложится перо, высыхает, то может появиться зеленый пяток. То есть белым луком его нужно вовремя убирать. Если указано в каталоге срок вегетации 100-110 дней, то желательно позже 100 дней его с поля не убирать. Его желательно убрать вот на следующее. Если он не пошел срок вегетации, видели, что его высохло, лук готов к уборке, лучше сразу его выбираем. То есть на поле его лучше не передерживать. Но это особенность всех белых лук. Это получается, ну, за счет того, что продолжается сатасинтез, он начинает немножко снижать. Потенциальная угрожайность у него чуть выше, чем у синего лука. Это приблизительно около 100 тонн зитарами. Для цветных луков неплохие показатели. Опять же говорю, сладкий лук, хорошее количество сухих веществ. Мы, получается, по лаборатории показали, Зен показал 12% бриксов, Азила показала 10,2% бриксов. Для лука это неплохо, но так как это слабый лук, он с очень слабким, то для хранения он не подходит. То есть это лук для свежего рынка, для продажи непосредственно с поля. Он может полежать, но максимальный срок хранения – это до января месяца. Желательно до новогодних праздников, если кто-то хочет его похоронить, желательно его продать. Потому что потом начинаются проблемы с хранением, он начинает течь. Следующий – это Дорика. Это желтый лук. Итальянский лук испанского типа, то есть грубый, бронзового цвета. 110 дней срок вегетации, средний вес луковицы – 150 грамм. По прошлому году показал урожайность под фрегатов 66-100. Но опять же, по прошлому году, судить прошлый год тяжело, потому что… Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.